Макияж. В нашем понимании его главная задача подчеркивание женской красоты. Любопытно, что бы сказали о наших дымчатых веках, острых стрелочках и матовых помадах далекие потомки. Ведь в древних времен женщины наносили на лицо, а иногда и на другие части тела краски. Зачем? Оказывается, они защищали от сглаза, магии и других напастей. С помощью современных косметических средств я попытаюсь воспроизвести макияж некоторых народов России. На протяжении нескольких веков и вплоть до конца 90-х в Таджикистане у женщин была традиция соединять брови на переносице. Так называемая сегодня монобровь в те времена не являлась чем-то некрасивым, а наоборот была символом привлекательности. У таджиков считалось, чем ближе у женщины брови друг к другу, тем ближе к ней будет муж. Модельно соединенные брови была и у некоторых других народов, исповедующих ислам. В Коране сказано, выщипывание волос – это харам, неподобающее греховное деяние. Красота восточных женщин с монобровью воспевалась в литературе, например, в «Тысяча и одной ночи». И на ее шее, о повелитель правоверных, была ладанка из червоного золота, которая спускалась между грудей, а на блюде ее лба был локон, подобный черной раковине, а брови ее сходились. Сейчас таджикским красавицам не составило бы труда следовать давним стандартам красоты, придуманным множеством способов порисовки бровей. Про бабушки современных красавиц для густоты и черноты бровей с раннего детства использовали сок растения под названием «Усьма». Уделяли таджикские женщины внимания и макияжу самих глаз. Их, что называется, сурнилим – растертый в порошок черный, крупкий полуметалл, заменял подводку. Но глаза женщины красили не только для красоты. Считалось, что сурьма полезна для глаз, улучшает зрение, снимает раздражение слизистой оболочки, стимулирует рост ресниц и возвращает глазным яблокам белизну. Поэтому глаза сурьмили даже младенцам. Перенесемся из теплой Азии на крайний север. Чукотские женщины пошли дальше. Они могли разукрасить все тело. Причем их рисунки не смывались и не стирались, потому что были вытатуированы. Сегодня это редкость, но лет 50-70 назад татуировки активно использовали. Они считались мощными оберегами и помощниками при родах. Подбородки и щеки украшали прерывистыми линиями, кругами – уголки рта. Делалось это еще в девичестве, иначе шансы найти хорошего мужа стремились к нулю. Чтобы быть красивыми, защищенными и счастливыми в браке, женщинам Чукотки приходилось терпеть довольно болезненную процедуру. Это сейчас для наглядности я наношу такую татуировку под водку. А тогда зумные красавицы натирали нитку сажи и протягивали ее под кожей. У женщин в Москве были в ходу чернозубая улыбка и боевой раскрас. По одной версии русские красавицы заимствовали макияж у монголов, по другой – у византийцев. Красились ярко. В известном советском фильме по сказке Морозко именно Марфушенька со своим жутким, на мой взгляд, макияжем – эталон красоты и моды по стандартам тех времен. Мейкап русской женщины 17 века. Сильно выбеленное лицо, красные щеки рисовали либо круги, либо овалы, или даже полоски. Брови и ресницы чернили или окрашивали коричневой краской. И знатные особые крестьянки заодно красили еще шею и руки голубой или белой красками. И вот любопытное противоречие тех времен. Женщина на Руси краситься должна была обязательно, но при этом в церковь барышень в таком виде не пускали. Макияж как маска служил отличной защитой. Особенно если предстоит встреча с подозрительным иностранцем. Но каким образом макияж защищал женщин? Все дело в цветах. Красный оберегал, белый побуждал добрым мыслям. Если вы подумали, что это весь макияж русской красавицы, то вы их недооцениваете. Барышни еще чернили зубы. Этот пункт точно заимствован у монголок. Японские гейши в свое время также приглядели себе эту процедуру. Чернение зубов, веяние моды, которое появилось вслед за тенденцией их отбеливать. Модницы тех времен совершенно себя не щадили. Краски, которыми они так усердно пользовались, безвредными не назовешь. В их составе ртуть, свинец, сера. Ну вот, я, кажется, и готова. Глаз не оторвать, правда? Нет, не принцесса. А кто же? Королевна. Глаз не оторвать Продолжение следует...